Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли народный артист России режиссер Андрей Житинкин. Андрей Альбертович, приветствую вас! Здравствуйте! Первый вопрос может показаться странным, но тем не менее. Что за премьера спектакля состоялась в театре под руководством Олега Павловича Табакова? Спектакль по роману Томаса Манна, хотя, оговорюсь, премьера, настоящая премьера, произошла в этом же театре ровно 12 лет назад. Замечательный вопрос. Это ремейк культового романа, незавершенного, кстати, Томаса Манна. И я вам скажу, что я обожаю как бы высокую литературу и вообще обожаю открывать какие-то новые названия. Я не думаю, что зритель перечитывает Томаса Манна и снимает, тем более, что с полки эту книжку, тем более, что роман это очень редко издавался. И вот наша любовь с Табаком к хорошей литературе, она как бы имеет и продолжение. Мы сделали ремейк, то есть как бы абсолютно новый состав, все молодые. И это очень хорошая школа, потому что играть такую прозу очень сложно. Я уж не говорю о том, что мне всегда нравилось, что у Табакова есть какая-то странная, может быть, подсознательная вещь. Он тоже, как и я, суеверно боится, вот знаете, как Шикспир говорил, не дай бог прервется связь времен. Вот он молодняк запускает сразу на самые ответственные роли. Когда-то это было с безруком. Вы помните, он сыграл у меня там «Психа», «Старый квартал» и так далее. Но он блестяще сыграл и в этом спектакле. И в этом спектакле. Давайте скажем, что это за спектакль. Это незавершенный роман Томаса Манна. Да, признание авантюриста Феликса Круля. И это, конечно, наша версия. Она сегодняшняя, более жесткая. Вы знаете, что... И сценировка романа была лауреата антибукера Ивана Саверова. Да, да. Хотя мы сделали все равно как бы версию нашу, потому что у него была более литературная. Мы сделали ее более игровой, театральной. И даже у нас есть свой, не буду раскрывать зрителям, такой непредсказуемый финал. Мы имели на него право абсолютно. Потому что, вы помните, когда нацисты пришли к власти, они стали сжигать книжки Мана. И вообще, Манн вынужден был, Томас Манн, эмигрировать в Америку и так далее, и так далее. И, в общем, слава пришла к нему, конечно, там. Но вот это ощущение того, что сейчас какие-то странные экстремистские завихрения возникают и у нас снова, позволило мне вдруг сказать, Олег Павлович Табаков, вы знаете, очень актуальная история. Так же, как, вы помните, спектакль «Псих с безруком» шел больше 15 лет. И это уже не был спектакль, там, о русской психушке, выморочной и так далее. Была более жесткая проблема об инакомыслии вообще. Вот что такое человек, который отличен от других, и почему его система все равно сломает? Это мальчик, интеллигент, ученый. Или нужно менять систему. Или нужно менять систему. И, кстати, вы посмотрите, как мы иногда возвращаемся. Вообще наступает какое-то время ремейков. Я даже думаю, что сегодня, в сложное театральное время, своей удачей театры будут продолжать играть. Скажем, мы никогда не верили, в театре Моссовета идет больше 15 лет какие-то культовые спектакли, очень, как бы, долгоживущие, мой бедный Марат. Когда-то, его к 50-летию победы, были все еще тогда молодые, Лариса Кузнецова, Андрюша Линсаша, домограф, даже не народные, сейчас все уже народные, все в званиях. И тогда, я помню, нам сказали, вы знаете, сыграйте эту историю, ну, придут несколько раз ветераны, сделаем им приятно. А потом, когда это оказалось историей любви, мы убрали весь социальный, как бы, пласт, и стали уже сейчас приводить своих детей, подростков, те зрители, которые посмотрели тогда, я подумал, боже мой, вот, может быть, ради этого мы, честно говоря, в театре живем. Но вот роман Томаса Манна, он в том числе и о человеке, который готов идти по головам, для того, чтобы забить свое, свое место под солнцем. Блистательно с этой задачей справлялся Сергей Безруков. Были мощные, яркие, театральные манки, ходы, для того, чтобы высветить эту его темную сторону, как пишут умные критики, эстетизацию греха. С вашей помощью. Как молодая команда справляется? И много ли поменялось вот по этим самым ходам? Отрубание головы, сцены, где ноги и тела, где в финале спектакля читается «Майн кампф» и так далее? Вы знаете, мы от «Майн кампф» ушли. Вы понимаете, почему? Потому что сейчас, несмотря на то, что это как бы памятник литературы, я считаю, но он все равно идеологически сейчас выведен за скобки, потому что, не дай бог, если какие-то... Кстати, об этом и спектакль. Неокрепшие умы вдруг начнут впитывать эту идеологию. Вообще, вы правильно сказали, что ведь этот спектакль всех тогда поразил некой очень тревожной, что ли, историей, что зло бывает необыкновенно обаятельно. Сегодняшние молодые люди играют, это несколько, скажем, жестче и проще, потому что они уже в этой, в этой эстетике. И вы знаете, что меня поразило? Что они также сопереживают, скажем, людям своего поколения, и они боятся, что... Вот действительно, вы посмотрите, как их много появилось новообразований. На неокрепшие мозги, на людей, которые через спорт, через увлекающуюся вот как бы вещь эстетика чего-то, да, вроде бы это клуб, вроде бы культ тела, потом раз, появляются какие-то не очень понятные книжки. Вот это наш тревожный звонок. Потому что у нас нет как бы сейчас такой генеральной, скажем, идеологии, все об этом говорят, ищут национальную идею, и вот в этой как бы мутной воде возникают самые непредсказуемые вещи. И вот общество, государство, люди искусства, мы должны быть готовы. Поэтому молодые сейчас, а там очень много любви. Если говорить об откровенности, и голову отрубаем, и, конечно, много эротики, но уже другой, современный, потому что сейчас уже этим вряд ли кого-то удивишь. А вот этот синдром Феликса Круля, или, может быть, синдром Растиньяка, насколько он вам знаком? Насколько в Андрея Житинкине много этого? Конечно, любой человек искусства думает о том, вот что такое вершина, как все-таки остаться, посмотрите, сколько лет я ставлю спектакль, вызывать интерес почти 30 лет, это очень сложно. Как остаться на вершине, скажем, внимания и интереса к тебе? Это тот же комплекс Круля, как ни странно. Только я, поверьте, никогда не шел по головам. Вот тут он заигрался, конечно, в страшные вещи. Как и Каллигула. Вы помните, когда ты впервые в России поставил Каллигула? Потом Каллигула, как я уже шутил, как грибы, да, пошли по всем театрам. Но ведь это то же самое. И когда актер меня спросил, а как играть Каллигулу, как играть римского императора? Я ему очень просто ответил. В детстве ребенком давил муравьев сандаликом? Тартист, по-моему, Даниил Страхов. Да. Он говорит, а что? Ну, было. Я говорю, вот это и вспомни. Просто в каждом из нас есть этот процент жестокости. Это есть все равно в природе человека. И поэтому у меня какими-то циклами, вы посмотрите, это ведь, наверное, такой слух на время. Сначала мне показалось, что пришло время вот таких, знаете, милых друзей. Я поставил спектакль «Милый друг» с Тереховой Домогаром в Театре Моссовета. Шел 10 лет. Потом мне показалось, что наступило время авантюристов. Возник Феликс Круль. А потом, когда я поставил портрет Дориана Грея, вы понимаете, что тут уже просто меняются как бы люди. Причем каждый из зрителей, я не даю эти ответа, вынимает свое из романа. И им интересно, но, но. Меня даже упрекали иногда после портрета Дориана Грея, что он очень моральный финал. Что все равно возмездие есть. И как бы зло при жизни наказуемо. А что сейчас за время, если такой тонко чувствующий, это самое время, режиссер, ставит следующее название. Результат налицо. Комедия. Любовный круг. Тоже комедия. Идеальное убийство. Идеальное убийство. Соросевой в Театре Сатиры комедии. Любовный круг это в Малом Театре с выдающимися, я считаю, актерами Быстрицкой, Бочкарев, Клюев. Комедия, ну, как бы с долей миллиограммы. Ну, этот спектакль вообще отмечен, прежде всего, там, три кита, там, потрясающий актерский состав, благодаря Быстрицкой, замечательная режиссура и очень тонкий, изящный перевод Виталия Ульфа. Виталия Ульфа, да. Кстати, он сделал для нас новую редакцию, потому что все-таки действительно есть как бы чутье на время и слух на что-то сегодняшнее и новое, более компактный, короткий вариант. В это сложное время, я только не хочу оперировать как бы экономическими параметрами, но оно действительно сложное. В это сложное время страшно зрителя отпустить из театра, выпустить, с долей какого-то отчаяния и мрака внутри. Это не потому, что я, скажем, не ставлю Достоевского, Чехова, вы знаете, я ставил всего позднего, Тенниси Уильямса, Аннуя и так далее. Но вот сейчас я его не могу отпустить в темный город. Мы им дарим, как я говорю, вот этот атом радости. Потому что все-таки театр, может быть, это моя вахтанговская природа говорит во мне, потому что я сначала актерский закончил, потом режиссерский. Все-таки театр, он должен, ну, как говорил вахтангов, театр праздник. Даже если это трагедия, даже если главный герой плачет, и это, я не знаю, Федра или Медея, все равно ощущение того, что ты в каком-то смысле оторвался, хотя бы на, я шучу, один, два, три сантиметра от этой грешной земли и немножечко ушел от быта. Именно поэтому, несмотря на то, что 20 лет назад вы были одним из первых режиссеров, кто экспериментировал с так называемым новым словом, это тот же Михаил Волохов, игра в жмурике, спектакль, после которого целая волна по Москве прокатилась, и возмущение, и восторгов, дальше тот же псих и так далее, и так далее. Сейчас вы с так называемой новой драматургией фактически не пересекаетесь. Именно поэтому. Я почти не пересекаюсь, и я вам даже больше скажу, меня как-то очень ранило и резануло, что они во многом сами изменили себе, потому что я все-таки люблю хорошо сделанную пьесу, да, вот у меня, кстати, идет в сатире Homo erectus, попасть невозможно, потому что хорошо прописанные, да, роли, роли. Сейчас в новой драме я открываю первую страницу текст, то есть они пишут тексты, они уже даже не пишут роли, я уж не говорю про коллизию, про интригу, и поэтому вы заметили, что очень многие режиссеры, не только я, берут прозу и сами уже в соответствии как бы с собственным концептом выстраивают спектакль, и это правильно, потому что все равно режиссура, как ни крутите, это достижение 20 века, как космос, генетика, это авторская вещь. Ну вот яркий пример, мы вначале говорили о том, что действительно немного найдется желающих снять с книжной полки, к сожалению, книгу Томаса Манна, незаконченный роман, который он писал всю жизнь, сколько туда вложено, а вот на спектакль под названием признания мантуриста Феликса Круля билетов не достать. Не достать, и вы знаете, это самое главное, потому что одно дело комедии, вы правильно сказали, вот у меня есть проект, сейчас все рождается на стыке жанров, есть некий синкретизм, результат налицо, это знаменитая комедия Клода Манье, которая шла в Париже, ну больше тысячи раз и так далее, и так далее, в одном даже месте, то есть это хит. И у нас продюсеры очень быстро теперь соображают, они знали, сделали как бы узнали, сделали свою версию, права купили и так далее, и посмотрите, там и актеры МХАТа, скажем, Колесников, Бочкарева, и Судзиловская из Маяковки, и Антипенко, но и звезды шоу-бизнеса. Абсолютно. И вы знаете, высекается какой-то поразительный энергетический как бы шар, который сразу, я уж не говорю о том, что самые разные зрители, и это комедия, это я могу даже понять, почему невозможно попасть, но моя гордость и счастье, когда на текстах Камю, когда на спектаклях Пуаную, Теннис Уильямсу или Томасу Ману, или даже Сомерсет Моэм, вот вы говорите комедия, а для меня это было откровение, что оказывается, в Малом театре, мы впервые в истории Малого театра, поставили Сомерсета Моэма. Юрий Михайлович Соломин говорит, вы знаете, раньше Андрюш, по-моему, считался буржуазным, что ли, нам его не рекомендовали ставить. Ну, к вопросу, а впервые? Вы впервые работали с Быстрицкой, и я помню вашу фразу, что после репетиции выпуска спектакля «Школа любви» с Касаткиной, вам уже ничего не страшно. Так вот, каково вам находить общий язык с такими, ну, скажем, очень требовательными актерами? Это миф, что у них страшный характер, что есть это, безусловно. Хотя я всегда говорю, что у Грета Гарба, Анны Маньяни был легкий характер, Марлин Дитрих. Сверхтребовательность назовем это. Они самоедки, они очень требовательны, очень требовательны. Мне только очень жалко, что вот Ирина Аврамовна, всем известно, почему мне приятно, что она с таким удовольствием сейчас играет любовный круг, она известна, знаете, как грандам, героиня и так далее. Она потрясающая хулиганка, замечательная, характерная, жанровая актриса. Почему-то у нее не было комедий. Вы знаете, она у нас в спектакле поет и ножку как бы так на спинку кресла забрасывает. То есть это для Быстрицкой, некоторые даже переспрашивают, что Быстрицкой ли это, смотрят в программку зрителей. Хотя в финале, вот кстати, должен вам сказать, сколько мы были на гастролях в разных странах и так далее, сколько я всего видел. Наш русский зритель, вот когда приходят на великих актрис, Касаткина, Аросева, Быстрицкая, в конце встают и очень искренне хлопают, не бегут сразу к машине. Нет, они хлопают стоя нашим великим актрисам, понимая, что это какой-то, вот знаете, это может быть момент такого интересного свидания с вечностью. Потому что, поверьте, как в последний раз, вот все эти актрисы, почему они, наверное, великие, они играют каждый раз, как в последний раз. Вот это вот школа, это великая школа. Спасибо вам большое. Спасибо. До встречи в театре. Спасибо. Андрей Житинкин сегодня в главной роли на канале Культура, а мы с вами обязательно увидимся.